И так, привет всем! Наконец-то долгожданное видео по созданию катаны среди ZBrush И давайте уже, наконец-то, поскорее начнем У меня сейчас ZBrush 4R7 И делать катану мы будем именно в нем А если у вас какие-то более ранние версии То здесь немножко другие будут тогда примеры работы Точнее, приемы работы Но о них я расскажу в другом видео А пока что полностью сделаем всю катану Именно версии 4R7 И давайте начнем с того, что будем делать рукоятку Мне лично удобнее начинать именно с рукоятки Особенно в катане Потому что она здесь занимает практически главное значение В плане дизайна Так Сделаем ее MakePolyMesh И теперь можем ее редактировать как нам угодно И мы не будем ее сейчас никак удлинять И ничего подобного А сейчас мы сначала сделаем Вот эти вот грани Более мягкими Но для того, чтобы Оставить какую-то изюминку Я сделаю Сами вот эти углы Я сделаю их острыми То есть оставлю Для начала я Прибавлю немножко полигонов Но отключу Параметр Smooth Потому что если я буду Добавлять с параметром Smooth То он у нас будет вот так вот смазываться Это нам не нужно Но также Есть и второй вариант Который намного лучше использовать Это Dynamesh А так как сейчас Сетка у нас здесь очень Такая Кривая Скажем так А именно Меня не устраивает сетка Вот этой крышки Как видите Здесь у нас все состоит Из треугольников И они идут в одну точку Это очень плохо Ну по крайней мере для нас Поэтому я выбираю Dynamesh И как видим У нас тут и полигонов прибавилось Сразу 1000 на 70 И Полигоны Сетка точнее Крышки Стала равномерная И это позволит нам Здесь рисовать С другой стороны Мы здесь Пока что рисовать Ничего не будем Но потом Когда ручка будет Уже закончена Уже будем рисовать Именно На крышках Итак Для начала Я Перейду в Transform И выберу Здесь симметрию В данном случае Это будет Ось по оси Y Да все правильно И первым делом Я хочу сделать здесь маску Чтобы сделать маску Нужно удерживать Кнопку Control И тогда Мы будем рисовать маску Маска в принципе Я думаю понятно Что это такое И зачем она нужна То есть как видите За пределами Маски Как бы у нас Ничего не происходит Также маску можно инвертировать Если Нажать Control И где нибудь Нажать на пустом месте То маска инвертируется Вот Замечательно Но сейчас Сделаем маску Немного для другой вещи Так Немножко Подвину Это мало Места у меня Но теперь Я сделаю Вот такую вот маску Для этого я удерживаю Control На пустом месте Нажимаю И веду Куда мне надо Так И теперь Я возьму кисть Smooth Чтобы эти грани Смазать А чтобы выбрать Кисть Smooth Достаточно Удерживать Control И как видите Здесь у нас Кисточка Сменилась Меняются также И параметры кисти Но об этом Я чуть позже расскажу Итак Делаю размер побольше С помощью Draft Size Также это можно сделать Если нажать S Появится Сразу около курсора Нужная нам Штуковина Удерживаю Shift И По хорошему Мне надо бы Сменить симметрию Чтобы С вот этой стороны Тоже Все размазывалось Для этого я просто Изменю ось Так Не та Вот так Оси Z Все Теперь я просто Размазываю Отлично Так вот Стилизовано Получилось Как бы Края остались Острыми Ребристыми А Сама Штуковина Вот эта вот Осталась у нас Гладкая То что нужно Теперь Чтобы Придать ей Более такой Японский Оттенок В данном случае Катан Катаны По хорошему Нужно сделать Вот такой Как бы Вырез Вот Но так как Обмотку делать Слишком долго И муторно Да и во многих Случах Не оправданно Если вы делаете Нетрадиционную Катану Конечно же А можно Пойти другим Путем Я сделал В прошлых Версиях Вот так У меня уже Заготовлены Вот такие Вот ромбики Так Вот такие Вот ромбики У меня Заготовлены В данном Случае То есть Например Видите Здесь у меня Тоже ромбик И внутри Ромбика Тоже Всякие Узоры Смотрится Довольно Стильненько Прикольненько И сейчас Сделаю То же Самое Только Ромбик У меня Тут Подлиннее Вот так И теперь Нужно Прежде всего Сменить Альфу То есть Она у нас Вот такая Вот Если я сейчас Начну ее рисовать То будет Вот такая Вот Каша Это не Подойдет И для начала Нужно это Инвертировать Чтобы Белая Область Была Как раз Внутри Ромба Для этого Есть кнопка Inverse Инвертировать А теперь Уже Будут рисоваться Вот такие Ромбики Это тоже Можно использовать Потом Чтобы сделать Какую Ни прикольную Обводку Окантовку Но Сейчас Сделаем Режим Кисти Drag Рект Который У нас Растягивает И как видите У нас Ромбик Он выдавливается А нам нужно Наоборот Его вырезать Для этого Мы либо Нажмем Вот здесь Выберем Зисап То есть По русски Это Примерно Так что Вырезаем Вот Кстати На удивление Ровно А нет Показалось Но Также Можно На Z Add Удерживать Alt И тогда Мы получим Той же Самый Эффект Той же Самый Из Зисап Если мы Будем Удерживать Alt То В обратном Порядке Получим Вот Такую Выпуклость Хорошо А как видите У нас Сами эти Ромбики Получаются Довольно Кривыми И Очень Острыми В том Плане Что Они Неаккуратные Вот Это потому Что Нам Не Достаточно Полигонов Я Увеличу Разрешение Дайна Мэша Нажму Ctrl Чтобы Выбрать Маску И Вот так Сделаю Прямоугольничек Небольшого Размера Размер Прямоугольника Особого Значения Не играет Главное Чтобы он Был На Пустом Месте На самом Деле Значение Резолюшн Можно Было Поставить И Поменьше Сейчас Будет Скорее Сего Очень Много Полигонов Сейчас Мы Это Проверим Ну Два Миллиона Полигонов В принципе Это Не Так Много Для Данной Штуки Но Я Все Так Сделаю Поменьше Чтобы Уложиться Хотя Б В Один Вот Так Ну Вот Практически 800 Тысяч Полигонов Точнее Даже Точек Но Можете Считать Что Это Количество Полигонов Так Если Мы Посмотрим Вот Сюда Почему Ничего Не Появляется Странно Только Что Вот Если Вы Наведете Например Вот Сюда То Увидите Что Полис Равно Там 795 955 Практически Та же Самая Цифра Что И Здесь Только Чуть Побольше Так Теперь Уже Можем Вырезать Наш Вот Этот Ромбик В принципе По высоте Самое То Но Есть И Другой Путь Который Я Использую А Я Делаю Это Маской Для Этого Я Удерживаю Control И Чтобы Вот Так Вот Ручной Все Не Рисовать Я Также Выбираю Здесь Альфа Кстати Заметьте Что Когда Я Нажимаю Control Альфа И Драг Рект Пропадают Потому Что Здесь Появляются Настройки Кисти Уже Вот Этой Кисти Маски То же Самое Касается И Кисти Сглаживания Здесь Тоже Свои Параметры А Также Параметры Меняются И Вот Здесь То Это Интенсивность Размытие И Размер Кисти Отлично Выбираю Здесь Драг Рект И Нашу Альфу Теперь Я Удерживаю Control И Как Видите У нас Здесь Довольно Таки Размытое Что ли А в общем Полупрозрачные Области Которые Не Закрываются Полностью Если Мы Будем Что-то Делать Как Видите Все равно Заходят На Маску И Поэтому Маски Фактически То и Нет Чтобы Это Исправить Я Удерживаю Control И Изменяю Здесь Значение Focal Shift На Минус 100 И Теперь Уже Делаю Маску Вот Так Не Забудьте Что У нас Включена Симметрия Чтобы Это Было С Двух Сторон И Теперь Я Могу Инвертировать Выделение Инвертировать Маску И Уже Внутри Этой Области Что-либо Делать И Тем Самым Получать Какие Нибудь Интересные Узоры Кстати Вот Это Тоже Смотрится Довольно Интересно Но Подобные Узоры Я Советую Рисовать В самом Фотошопе В качестве Альфа Кисти А Затем Уже Накладывать Потому Что Как Видите Довольно Непросто Попасть Ну Почти Ровно В принципе Смотрится Прикольно Пока Оставлю Так Наверное Давайте Сохраним Создам Новую Папочку Так Здесь Прошлые Катаны На Видео Которые Показались Без Звука И Пришлось Сделать Из них Спидскульт Так Катана А Вот Так А Здесь Вот так Вот Отменю Потому Что У меня Здесь Немного Другая Идея И Теперь Я Выберу Кисть Лэйр Для Этого Я Нажму Кнопку Л И У Меня Останутся Все Кисти Которые Начинаются На Букву Л И Теперь Я Могу Уже Спокойно Редактировать Так Как мне Надо Лэйр Выравнивает Скажем так Полигоны По одной Высоте То есть Как видите Как бы сильно Я не давил На кисть Он прибавляет На одно И то же Значение И Это Как раз То Что нам Сейчас Нужно В данном Случа Мне надо Как раз Таки Вырезать Я еще Поставлю Фокал Шифт На Минус 100 Чтобы Это Было И Как видите У меня Сразу Здесь Появляется Вот Такой Шум Если Поставить Фокал Шифт Наоборот На Плюс 100 То У нас Вообще Получается Вот такая Вот Ерунда Поэтому В данном Случа Он Нам Не Сильно Мешает Так Как Создает Какой То Эффект Такой Текстуры Поэтому При Покраске Он Нам Вообще Мешать Не Будет А Наоборот Придаст Какую То Такую Реалистичность Поэтому Его Можно И оставить А Можно И Слегка Размыть А Я Например Сейчас Удерживаю Shift И Как Видите У меня Кисть Сменилась На Синий Цвет Маска Меняется На Желтый Цвет И Вот Так Слегка Посередине Размажу Так Как Посередине Можно Добавить Какой Нибудь Узор Как Видите Здесь Тоже Небольшой Такой Хаос В Сетках Это В принципе Ничего Страшного Это Все Выравнивается Очень Просто На То У нас Есть Функция Dynamesh Попробуем Сейчас Ее Использовать И Как Видите У нас Здесь Теперь Все Практически Стало На Свои Места Здесь Сетка Стала Вообще Идеально Ровной А Здесь Немного Все Таки Такая Подпорченная Но Это Не Страшно Так Как Нам В принципе Она Ничуть Не Портит Олепку Так Отлично Теперь Давайте Вставим Что Нибудь Сюда Посередине Например Какой Нибудь Японский Иероглиф Вот Такой Иероглиф Я Нашел В Гугле И Немножко Его С Помощью Фильтра Sharpen То есть Резкость Вот Sharpen И Sharpen Edges И Как Видите Здесь Стали Края Более Такие Острые Но Также Здесь Еще Много Разного Шума Такого Черно-белого Если Присмотреться То Видно Такие Полупрозрачные Пиксели Это Не Очень Хорошо И По-хорошему Можно Сделать Так Вообще Нажать Пастеризация Точнее Image Adjustment Так Pasterize Так Вот Так Обычно Такие Пропадают Полупрозрачные Пиксели Но В принципе В этом Случа Они Тоже Пропали Ну И Как Видите Сам По Себе Узор Стал Очень Такой Резкий Его В принципе Можно Использовать Можно Как Нибудь И Смягчить А еще Можно Точнее Нужно Сразу Инвертировать Этот Узор Нажав Ctrl E Так Как Белые Области Будут Выдавливаться А черные Выдавливаться Не будут Вот так Работает Кисть Альфа Кисть В Зиброшах Так Переходим Снова Сюда Выбираем Здесь Альфу Я Сейчас Кстати На Кисти Лэвер Так Как Для Выдавливания Подобных Штук Он Нам Тоже Вполне Подойдет Импорт И Вот Он У Меня Все Теперь Осталось Его Просто Выдавить И Здесь Уже На Ваш Вкус Выдавливайте Его Или Вдавливать Как Видите Он Немного Такой Рисковат Получился Интенсивность Поставим Поменьше Здесь Он Выдавливается Вроде Неплохо Но Если Все Таки Вам Не Нравится Как Он Выглядит Вдавленном Точнее Выдавленном То Можно Его Наоборот Давить Во Многих Случаах Так Смотрится Даже Лучше Немножко Неровно Вот так Все Слишком Сильно На Мой Взгляд Вот так Подойдет Советую Включить Радиальную Симметрию В данном Случае Это Ось Z И Удерживая Shift Можно Сделать Вот Такую Ровную Линию Я Сделаю Здесь Focal Shift Чуть Поменьше Отрицательное Значение Но Так Как У нее Стоит Альфа Кисть Это Особой Роли Не Играет Как Вы Уже Поняли Мы Можем Вырезать Различными Альфа Кистями Например Если Я Поставлю Сюда Вот Такую Штуку То И Вырезать Он Будет Соответственно Так И То же Самое Здесь Хорошо Можно Так же Сделать И С этой Стороны Здесь Уже На Ваш Вкус И Цвет Так С этой Части Ручки Мы Вроде Закончили Теперь Нам Нужно Ее Размножить Так Как Катана По сути Состоит Из Одного И того Узора На Рукоятке За счет Обмотки То И Мы Сделаем Примерно То же Самое Я Пока Что Отключу Dynomesh Думаю Мне больше В принципе И не Понадобится И Теперь Перейду В новую Функцию ArrayMesh Который Как бы Создает Массив Из Нашей Модели Например Я сейчас Выберу Параметр Repeat 4 Давайте 6 Дажму Transpose И Перетащу Вот Так Как видите У нас Появляется Сразу Несколько Наших Моделей Которые Как бы Появились В массиве Вот Так Включу Перспективу Давайте Поменяем Материал Выберем Здесь Matcap Perl Чтобы Это было Черно-белое И В нем Он смотрится Намного Интереснее Все Таки 6 Это Немного Маловато Для Катаны Давайте Попробуем 9 Я Удерживаю Shift Чтобы Все Это Было По Одной Оси Удерживаю За Вот Этот Круг Посередине И Просто Вытягиваю В нужную Мне Сторону Теперь Мне нужно Просто Нажать Клавишу Make Mesh И Все И у нас Сразу Здесь Прибавится Количество Полигонов Ровно Столько Раз Сколько У вас Здесь В параметре Repeat То 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 Число То Количество Которое Мы Как раз Сюда И Поставили То Здесь У нас 3 6 7 8 9 Все правильно 9 Наших Mesh Я пока Сохраню Так как У меня Может Вылететь ZBrush Из-за Не Слишком Сильной Видеокарты Плюс Я еще Видео Снимаю Ну что Нажимаем Make Mesh И Пока Поставлю На паузу Пока Он все Это Просчитает Вот Он Просчитал Не прошло И даже 2х Минут Сразу Сохраню И Как видите У меня Сразу 7 Миллионов Полигонов Отлично Смотрится Вполне Нормально Хоть И Немножечко Так Просто Но Ничего Страшного Как Видите Сетка У нас Абсолютно Не изменилось Разве Что Закрылись Некоторые Части Например В стыках Но Это Даже И К Лучшему В стыках Здесь В принципе Все Нормально Если Так Присмотреться Как Ничего Страшного Абсолютно Здесь Нет И Мы Все Еще Можем Редактировать Наш Mesh То Есть Какую То Определенную Часть Этой Рукоятки Мы Все Еще Можем Изменить Так Хорошо А Теперь Что Можно Сделать А Для Начала Если Так Хочется Можно Сделать Закругление Вот Здесь Для Этого Используем Обычную Кисть Стандарт И В режиме Drag React Альпу Кисть Отключим Даже Интенсивность Побольше Поставлю Кажется Слишком Много Поставил Вот Это Чисто Для Примера Можно Кстати Поставить Здесь Вот Такую Штуку Чтобы Это Равномерно Все Прибавлялось Вот Так Но Я Хочу Сделать Здесь Более Интересный Набалдашник Наконечник Вот И Для Этого Я Перейду В панель Subtool Нажму Кнопку Append Присоединить И Присоединю Здесь Обычный Цилиндр Вот Так А Теперь Я Выбираю Move Перспективу Пока Отключу Чтоб Не мешало Так Не то Двигаю Надо Переключиться Сюда Subtool На Наш Цилиндр И Теперь Уже Его Перетащить А Вместе С Набалдашником Рукоятка Выглядит Достаточно Длинной А Набалдашник Мы Сделаем Чуть Чуть Побольше Для Этого Перейдем В панель Deformation Size По всем Трем Осям Вот эти XYZ Но Разве Что По Оси Так Слишком Большой По Оси Z Кажется Или Пока Попробуем По Y Да Я Его Немножко Вот так Сплющу Отлично Отлично Теперь Также Можем Его Сгладить Но Чтобы Это Было Поинтереснее Я Выберу Здесь Функцию Polish Неважно В принципе Именно Сейчас Какая Именно Например Просто Polish By Futures Он Мне Делает Вот Такую Приколюху То Есть Он Ее Как Бы И Сглаживает И Делает Фаски То Есть Фактически Он Сделал Некоторую Часть Работы За Меня Отлично Теперь Переходим Geometry И Включаем На нем Dynamesh Здесь Сразу 7-6 Тысяч Полигонов Нам Этого Достаточно Так Делаю Маску Так Не Получилось Выбираю Здесь Сначала Все Ненужное И Делаю Маску Чтобы Оставить Фаску На Вот Этих Вот Краях Оставить Ее Острой Теперь Включаю Симметрию И Уже Сейчас Симметрия Начинает Баловаться Но Ничего Страшного Пока Что Все Работает А вообще 7-ая 4R7 Версия Точнее У Зиварыша Довольно Таки Привередлива К симметрии И Очень Часто Бывает Что Она Сбивается Но В нашем Случа Это Не Очень Страшно Так У нас Остались Фаски Острые Но Сами Края Стали Как будто Погрызаны Поэтому Пожалуй Откажемся От Этой Идеи Для Этого Просто Нужно Побольше Полигонов Конечно Но Сейчас Сделаем Кое Что Поинтереснее Я Конечно Прибавлю Полигонов Сюда Если Мы Все Равно Размажем То Как Видите Такие Вот Приколюхи Остаются Так И Еще раз Попробуем И Все Равно Они Остаются Но Ничего Страшного Хорошо Что Здесь Можно Сделать Здесь Уже Воля Фантазии И Радиальная Симметрия Которая Очень Крутая Вещь По Оси Y В данном Случае Кисть Дам Стандарт И Давайте Что Нибудь Вот Так Вырежем Так Не Вырезал Мне Кажется Полигонов Все Равно Маловато Давайте Побольше Миллиончика Должно Хватить Вот Другое Дело Но Есть Еще И Такой Вариант Что Можно Сделать Например Какой Нибудь Вот Такой Узор Как В Предыдущем Спецкульпте Только Здесь Количество Вот Этих Точек Симметрии Я Сделаю В Два Раза Больше Ой Вот Так Ложанул Как видите Получается Кривая Линия Поэтому Можно Сделать Вот Так Панели Brush А нет Извиняюсь Панели Stroke А есть Функция Lazy Mouse И Если Ее Включить И Настроить То Мы Как видите Вот так Вот Ведем Как бы Получается Все Плавно Но И Как я И Говорил Ее Нужно Сначала Настроить Еще Мало Хотя Должно Хватить А Также Можно Сделать Вот Что Пойти Например Трансформ И И Сделать Симметрии Еще Больше Таких Вот Штук Вот Так Получился Вот Такой Прикольный Узор Но Все Таки Вот Эта Ребристость Она Раздражает И Пожалуй Сначала Я Ее Уберу Как Она Тут Как То Не В Тему Совсем Смотрится Так Еще Я Тут Маску Поставлю На Пусть На Минус 14 Вот Так Чтобы Слишком Острые Края Не Были Инвертируем И Размываем Только Сначала Перейдем На Сабдивайд Поменьше Где У нас Тут Количество Полигонов Снизится До 76 Тысяч И Здесь Гораздо Проще Нам Будет Все Это Дело Размыть Подровняем На Втором И На Третьем Отлично И Теперь Уже Можем Вырезать Наш Узорчик Лагнула Мышка Точнее Планшет Пос Compl captive Мышка Пол Rabbi Мышка Дом Президцить Чиль Президцать Мышка Так, наконец-то получилось. Теперь нужно как-то украсить вот эту фаску. Здесь уже, в принципе, радиальная симметрия все сделает за вас. Просто нужно следовать, скажем так, направляющим. Можно даже использовать какой-нибудь другой подход. Вот так. И то же самое сделать здесь. У меня сейчас есть кисть Clay Build Up. Которая в основном используется для наращивания какой-либо массы для объема на модель. Так. Что тут такого придумать? Кстати, неплохая идея. Можно ее как-нибудь использовать. Так. То есть, как видите, с помощью симметрии можно делать довольно интересные узоры практически за несколько секунд. так выровняем здесь пожалуй воспользуюсь уже дам стандарт и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, ничего лишнего и не слишком уж нагружено. Продолжение следует... Окей. Посмотрим, что у нас получилось. В принципе, довольно симпатично. Теперь давайте сделаем субу. То есть, по-русски, эфес мяча. И сделаем мы его также из цилиндра. Переходим опять в панельку Subtool. А, Append. И выбираем цилиндр. Переключаемся на него. И перетаскиваем, удерживая Shift. Чтобы это все было на одной оси. Вот так. Переходим в панель Deformation. Убираем лишние оси в Size. И сплющиваем. Снова его перетаскиваем сюда. И снова сплющиваем. Я думаю, такого будет достаточно по толщине. А теперь включаем здесь все оси. И увеличиваем. Точнее, кроме оси Y. Думаю, этого размера будет достаточно. Даже чуть поменьше. Вот так. С ней вообще все очень просто. Также здесь Dynamesh. 96000 полигонов. Маловато. Ну, ничего страшного. Прибавим полтора ляма. Теперь достаточно. А также включаем симметрию. Dynamesh мы, кстати, включили как раз для того, чтобы рисовать здесь по крышке. Так как сейчас я вот верну, например. Вот. Как видите, она здесь у нас треугольная. И если я буду по ней рисовать. Он меня по ней даже не рисует. Вот, например. То, как видите, вообще не то получается, что нам нужно. Хотя эффект, кстати, прикольный. Можно будет потом ее как-то обыграть. Так, теперь придется снова делать Dynamesh. Так. Включаем радиальную симметрию. И начинаем фантазировать. И начинаем фантазировать. Поэтому давайте используем даже те же самые кисти. Это у нас Dynastandard. Возьму здесь побольше. Ну-ка, попробуем. Как видите, у меня здесь жутко тормозит все. Попробуем что-нибудь еще. Так, так, так. Как видите, у нас здесь такая вот фигня получилась. Чтобы этого избежать, переходим во вкладку Brush, Auto Masking, Backface Mask. И тогда, чтобы мы тут не вытворяли, это будет, это не будет проецироваться на обратную сторону. То есть здесь у нас все чисто теперь. Так. Пока что отключу, пожалуй, видео. Да нет, это будет неинтересно. Очень грубый дизайн. Нужно что-нибудь поэлегантнее. Так. Все-таки вернусь к кисти. Дам стандарт. Так, уже что-то интересненькое. Немножечко все-таки спровоцировалось. Ну и, кажется, у нас Breakface Mask отключился. Ладно, не буду пока отменять. Снова Clay Build Up. Чтобы сделать вот такую окантовку. Хотя насчет окантовки можно сделать так же, как и на конце рукоятки. То есть вот такие вот лесенки, что ли. Ага. Отлично. А здесь сделаем посильнее. Вот так. Только теперь сделаю то же самое, но поаккуратнее. Много. Отлично. Здесь тоже что-нибудь надо поменьше. Вот так. Вот такая вот интересная у нас получилась Цуба. И давайте ее с обратной стороны. Хотел бы я сделать. Но почему-то опять отключился. Нет, Backface не отключился. Да, сильно мы ее прогнули. Но да ладно. Отключу пока видимость у рукоятки. И что-нибудь здесь нарисуем. Так как у нас это будет фактически внизу, то и особо заморачиваться здесь не будем. Просто чтобы было видно, что здесь тоже что-то есть. Такая вот маленькая проработочка. Эх, почти ровно было. Ну что ж, отлично. Думаю, этого будет достаточно. Что ж, вот теперь уж точно все. Катану мы заскульптили. Пусть и пока без самых мелких деталей, которые можно еще все-таки добавить. Но основа, с которой мы будем работать, у нас уже есть. Это самое главное. В следующих видео мы будем делать и ретопологию. И, конечно же, текстурировать. Ну а потом посмотрим, как она выглядит у нас в Unity 3D. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылку я кидаю в описании. И на этом все. Удачи!